НЕДЕТСКАЯ РАССПАКОВКА Она, кстати, мягонькая. Испугались? А теперь представьте, что эта рептилия вырастала до 15 метров в длину и весила целую тонну. Это в 10 раз больше современного удава. А еще она умеет менять цвет в горячей воде, но эксперименты проведем чуть позже. А вот фотография Титана Боа, которую сделал древний человек, прячаясь в кустах. Так, всего в коллекции 12 доисторических животных и 5 из них обладают суперэффектом. Кстати, в этом видео тоже будет конкурс, поэтому смотрите внимательно. Знаменитый смелодон. Его часто называются близубый тигр. Но мы-то с вами ученые не по годам и знаем, что правильно говорится близубая кошка. Да, 300 килограммовая с огромными клыками, но все-таки кошка. О, у каждого животного есть свои характеристики. Атака, защита и интеллект. Этот пакетик прям объемный. Тут кто-то большой. Ого, это Арктодус. Или гигантский короткомордый медведь. Он весил целую тонну, как два белых медведя. Их можно использовать как игрушки антистресс. Видно, что внутри они набиты какими-то шариками. А еще у него есть супер секретное свойство. Он умеет делать вот так. Такие веселые мишки жили в конце ледникового периода. Следующий пакетик. Что это за зверь? Какой-то альбинос. Это гигантский волк из плейстоцена. Плейстоцен это целая эпоха, начавшаяся 2,5 миллиона лет назад. В это время на планете чередовались очень холодные и теплые времена. И судя по окрасу, этот волк как раз маскировался на снегу. Хотя на фото он не такой уж и белый. Друзья, пишите, каких хищников вы бы хотели. Я выберу одного победителя и отправлю ему приз. А если комментариев будет много, то разыграем сразу целый блок. А тут у нас пещерный лев. Смотрите, какая у него накачанная лапа. Несмотря на свое название, эти львы обитали на лугах и в лесах. А пещеры использовали в качестве убежищ только больные и старые особи. Эта особь, кстати, какая-то пустая на ощупь. Кажется, ему пора в пещеру. Даже на ногах уже не стоит. Ну или он просто устал после охоты и хочет поспать. Интересный факт. Это животное одиночка. Он не охотится в стае. Хорошо, идем дальше. Ух ты, это шерстистый носорог. Так, погодите, а носороги же не хищники. Они же мирно щипали травку на поляне и никого не трогали. Кстати, носорог из мелодон меняют свет на солнце. Это мы тоже обязательно проверим. Что в этом пакетике? Тут явно хищник. Это Дина Кракута. Или ужасная гиена. Как можно догадаться, она так называется из-за схожести с современными гиенами. Хотя, по мнению ученых, она ближе к кошачьим. Из-за схожего образа жизни и внешних условий, даже кошка может превратиться вот в такую гиену. Так. Это у нас снова травоядное животное. Овцебык. И что самое интересное, это доисторическое животное сумело дожить и до наших дней. В случае опасности овцебыки сбиваются в круг. А когда хищник приближается, один бык атакует его и сразу же возвращается обратно. Как вам такая научно-развлекательная коллекция? Напишите, кому нравится. Тут у нас Дина Терий. Древний слон с бивнями, загнутыми не в ту сторону. Есть предположение, что он ими сдирал кору с деревьев, ломал ветки и даже выкапывал корни. А еще он умеет прятать голову, как черепаха. Этот гигант весил в два раза больше, чем современные африканские слоны. Не детская распаковка. Осталось три доисторических животных. Тут еще один гиеноподобный зверь, гиенодон. Его челюсти были настолько мощными, что могли сломать кости. А зубы устроены так, что от использования не стирались, а самозатачивались. На картинке он больше на собаку похож. Посмотрим, кто тут. Ух ты! Еще одна древняя рептилия. Это капрозух, большой крокодиломорф с очень острыми, но редкими зубами. Он настолько древний, что охотился еще на динозавров. А это, как вы понимаете, очень давно было. То чувство, когда пережил динозавров. По мнению ученых, он охотился на суше, а не в воде. Ну и последний сюрприз. Ого, какой крутейший мамонт. Его-то уж точно все знают. Громадные бивни мамонта достигали 4 метров в длину и весили до 100 килограмм. Да и сам мамонт был больше современных слонов и весил в два раза тяжелее. Своими бивнями он не только защищался от хищников, но и разгребал снег в поисках пищи. По-моему, это была отличная, а не детская распаковка. Ставьте лайк, если считаете так же. Ну и пишите в комментариях, какие доисторические животные вам понравились. Если я не ошибаюсь, эти игрушки продаются в магните и в киосках печати. Ну и в интернете их можно купить. Под видео я оставлю ссылки на Озон и Вайлберрис. А сейчас время экспериментов. Что произойдет с Титана Боа в теплой воде? Правильно, она поменяет цвет. Смотрите, что с ней случилось. Вот это фокусы. Точнее, чудеса физики. А теперь отпустим ее в холодную воду. Снова темнеет. Не мгновенно, конечно, но и вода у меня не особо ледяная. Давайте попробуем ее красить наполовину. Красота. У древнего волка тоже есть уникальное свойство. Он очень сильно светится в темноте. Пожалуй, это самая яркая флуоресцентная игрушка, которую я видел. Ну и осталось проверить последний суперэффект. Смелодон становится розовым на солнце. Вот так выглядит носорог в искусственном освещении. А вот так под солнечными лучами. Чудеса. Невеская распаковка. А еще нам нужно выбрать победителя в прошлом конкурсе. На кого сядет секретный лунный монстр, тот и выиграл. Кирилл и Пабло Бравл Старс. Я Пабло. И я прошу тебя, Рыжего Джонни. Хорошо, Кирилл. В смысле Пабло. Я даже могу прислать тебе все повторки из прошлого видео. Главное, напиши свой адрес в нашу группу ВК или на электронную почту. Ну а на сегодня все. Всем хороших сюрпризов. До новых распаковок.